Здравствуйте! Больше не могу оттягивать этот момент. Пришло время окунуться в балдёжный или же нет мир Скайрима. Если быть честным, сейчас я настроен очень скептически по отношению к этой игре, особенно главной сюжетной линии. Так что давайте вместе со мной разберёмся, чё там есть, чё там как, куда и почему, так что поудобнее припаркуйтесь, цапните покушаться и приятного просмотра. Игра начинается с того, как нашего персонажа везут в телеге с другими заключёнными. Вот это вот волосатое рыло оказалось достаточно болтливым и говорит Брат, вот тебе не фонтануло, что тебя саплим, да, ну ты лохозавр. Также оказалось, что рядом с нами везут важного гнидоча по имени Ульфрик Буревестник. Он лидер мятежников, которые именуют себя братьями Бури. С этими уродами нам ещё предстоит встретиться, но об этом попозже. Сейчас же меня в компании этих уголовничков везут на казнь. Вообще, я так понимаю, играть за заключённого это фишка всей серии тест, да? Короче, видим имперских дебилов, вываливаемся из телеги и слышим незабвенное А кто ты? Я! Футбольный мячик! И знаете, я сначала думал создать себе какого-нибудь норда, похожего на викинга, но в какой-то момент меня осенило, что я должен следовать современным тенденциям. Я должен отойти от вот этих вот привычных канонов главного героя. Поэтому прошу любить и жаловать, моя сильная и независимая главная героиня Пус. А вам что-то не нравится? А где сказано, что до Вакина может быть только мужчина, а? Проблемы какие-то? Грязные сексистские мрази. В Скайриме беды просто потому, что всем правят мерзкие спермобаки. Вот эти вот свиньи с игре-хромосомой, но я наведу здесь порядок. Под моим чутким женским присмотром все станет хорошо. Драконов не будет, воин не будет, все будут работать на шахтах и слушать пошлую молек. Короче, дракон, давай прилетай, кричи говнокричалки свои, и я побежал отсюда. В общем, летающий писюн всех размотал, и теперь передо мной стоит выбор, с кем мне убегать. Я выбираю блондинчика, и мы с ним вместе заваливаемся в крепость. Там я получаю свои первые шмотки, и теперь нужно сбежать отсюда, попутно вырезав имперских дебилов. И пока я это делаю, скажу кое-что на будущее. Я играю в оригинальный Скайрим с какими-то модами. Поэтому, если в некоторых моментах все будет выглядеть немного непривычно, сорян, это моды. Эээ, вот, да, держу в курсе. Короче, мы с этой дебилкой вывалились на улицу, и он говорит, что нам нужно разделиться, и просит заскочить к его сеструхе в деревню Ривервуд. За кадром придя туда, потому что я дебил и забыл включить запись, девка посоветовала сходить и рассказать все про дракона Ярлу из города Вайтран. Завалившись к нему, я перескал все известное говно, он сказал обратиться к его предводному магу, это зараза, говорит, слышишь, бля, иди лазить по каким-то сраным руинам в поисках драконьего камня. Бля, тупые мешки со спермой, лишь бы женщину заставить работать. Я, может, тоже хочу стать могиней? И шо мне делать? Скайриму необходим феминизм. К слову, зацените, как прикольно выглядит Вайтран, нормально, да? Вообще, если бы я был дурак, я бы сразу пошел лазать по этим злоебучим пещерам, но так как я был рожден со сикью выше двухсот, я решил сразу заиметь себе топовые шмотки. И так как я играю за девку, мне нужно выбрать что-нибудь, ну, моднявое. Не буду же я ходить в какой-то сраной кольчуге. Я все-таки мир пришел спасать, или шо? В общем, да, это броня темного братства. По-моему, достаточно стильно. А для начала игры само то. Заимев себе красивые шмотки, самое время пойти в пещеры за этим сраным драконим камнем. Если быть предельно откровенным, первые четыре часа Скайрима я просто, сука, на дух не переношу. Я проходил их какое-то запредельное количество раз, уже на третий раз мне надоело, а сейчас, наверное, раз пятнадцатый. И я просто хочу умереть. Я помню, в прошлое свое прохождение я уровня до тридцатого играл без криков, просто потому что мне было в западло проходить эти дебильные пещеры, потом идти к дедам, которые учат кричать. Такая духота, чуваки, это годдэм. Кстати, насчет пещер. Сюда мы еще вернемся и не один, сука, раз. Так что я морально готовлю себя провести минимум половину игры в подземельях, сражаясь с драугерами, скелетами и пауками. Прости, Гошен, интерес в сделку не входил. Блять, сука, почему пауки? Вот обязательно во все игры пихать этих мразей. Давай, игра, покажи мне его поближе, я хочу получше рассмотреть все его части тела. Красота. Ненавижу ебаных пауков. Разгадав головоломку для даунов, я нашел челика, который подрезал себе нужную мне штучку. С ним вроде есть какой-то квест, но если честно, мне вообще похеру. Каждый спермобак в Скайриме заслуживает смерти. С помощью найденной скрижали я открыл пароход, нарезал еще немножко зомбятины и свалил отсюда. Вернувшись в Айтран, оказалось, что сюда прилетел дракон. И так как опыт в этом деле у меня есть, Ярл просит помочь завалить летающую паскуду. Ну шо, погнали, накидаем летающей заразе. Короче, я в компании эльфийской сестренки и каких-то членоносцев размотал дракона, потом моя героиня села ему на лицо и все, скотина повержена. Перед смертью дракон назвал мою героиню Довакином и сдох, инсталлировав свою душу в эту красопэточку. Да мне еще похуй! Вернувшись в Айтран, я пересказал все случившееся Ярлу, и он такой «А-а-а, нихуя ты Довакин!» Во-первых, Довакинесса тупой мужлан, а во-вторых «КОГО?» Короче, мне тут сказали, что я избранный, все дела, там мир спасу и прочее говно. И как оказалось, мою Довакинессу призвали к себе седобородые. Это какие-то дегенераты, которые живут в уединении и могут меня научить кричать. «А-а!» По-моему, я и так отлично с этим справляюсь, но раз надо, то ок. Перед уходом Ярл в благодарность дарит мне мою личную рабыню Ва-э-э-э-с... Блядь. Короче, вот эту девочку по имени Лидия. Вот это морда. Вууу! Правильная игра уже начинает понимать, что мне нужно. Теперь мы с сестренкой пойдем спасать мир. В прямом смысле пойдем. И эта дорога просто, сука, длиною в жизнь. Пока что я просто бьюсь в восторге. Лазать по пещерам и ходить мне нравится. Это 26 из 10. Добравшись почти на вершину, на моем пути встал ледяной тролль. Хуйня, подумал я, и с помощью Лидии, лука и небольшой хитрости я гниду завалил. Но тролль тоже в долгу не остался и как-то захуярил Лидию. Так не пойдет. За сестру глотну менстру, поэтому перезагружаемся. Дойдя наконец-то до этих сраных дедов, начинается лекция. Сначала я продемонстрировал им свой крик. И эти гниды начинают супер скучно и медленно говорить, что у меня какое-то предназначение. И типа, вааааау. В двух словах, эти черти научили меня кричать. Крик или же туум произносится на языке драконов. А давакин это такая параша, наделенная даром драконьей крови. И типа, поэтому я могу кричать и всасывать души драконов. Класс. Короче, научив меня криком. Кстати, вот этот вот крик самый полезный, потому что помогает преодолевать расстояние. А это отлично. Теперь эти старые гниды говорят, иди в пещеру и добыть какой-то рок говна. Ну шо, сестра, погнали. Нарезав дебилов, я рок не нашел, но нашел записку, в которой говорится, что мне нужно с кем-то встретиться. Для этого нужно завалиться в таверну в Ривервуде и снять комнату на чердаке. Блять, из шести глав первого акта в половине я лазал по пещерам. Просто замечательно. Р. Разнообразие. Ладно, погнали в Ривервуд. Написала письмо еще одна сестренка по имени Дельфина. Она члена, точнее, влагалища Ордена Клинков. Это такая организация элитных ребятишек, которая старается делать хорошие дела и, если чё, спасать мир. Короче, местная лига справедливости. Эта швабра говорит, что моя Довакинеса нужна как раз-таки остановить надвигающийся пиздец, но для этого нужно показать, что я не лох. Надо вместе с этой тетей завалить дракона. Придя до нужного места, я вижу, как главный плохой дракон по имени Алдуин воскрешает другого дракона. Нихуя! Да ну нахуй! Ну и теперь мне с сестренками нужно дать подсрак улетающей за лупе. НОООО! Дельфиныч говорит, нихуя, так да и вправду Довакин, вот это да. Короче, она рассказала, что клинки должны остановить драконов, иначе пиздец. Дельфина говорит, что нам нужно понять, кто стоит за воскрешением драконов. По подозрениям этой скотины, во всем этом дерьме может быть замешан Талмор. Это организация эльфов, цель которых защищать интересы остроухих мразот на континенте. Ну и естественно, этот самый Талмор постоянно замешан в политических интригах в Тамриэле. В общем, нам нужно беспалево проникнуть в Талморское посольство. Дельфины раздобудят мне приглашение на прием, организованный посланницей Талмора по имени Эллен Вен. Все, понял, принял, погнали на тусовку. Надев на себя богатые шмотки, моя героиня завалилась на пьянку-гулянку. Мда, что-то тухловатая вечеринка. Музло в колонках не ебашит, бухла не подвезли, все что-то сидят, гундят, как деды какие-то. Пошли, в общем, вы все нахуй. Короче, беспалево проникнув внутрь поместья, мне нужно отыскать информацию о драконах, и здесь у меня возникла проблема. До прихода в эту сраную резиденцию нужно было встретиться с типчиком и отдать ему свои шмотки, чтобы он их сюда протащил. И можно было с нормальным оружием ходить и убивать, но я немного обосрался, и поэтому в вооружении у меня самая чмошная магия и какой-то ножичек. Ну, ничего. Истинная сила не в вооружении, а в умении его использовать. Ну шо вы мешки со спермой тупые, я вам сейчас всем пиздой небритой на лицо сяду. Умерев здесь раз 10, я решил действовать тактически грамотно. Я разделил солдат, сжег одного из них магией, оделся в его шмотки и подрезал нормальное оружие. Ну а дальше началось уничтожение эльфов мужского пола. Убив остроухих спермобаков, моя Довакинеса нашла досье на какого-то челекса по имени Эсберн. И оттуда она узнала, что Талмор с драконами никак не связаны, то что эти эльфийские морды ищут вышеупомянутого Эсберна. Вернувшись в Ривервуд, пересказываем все это говно дельфине, и теперь она говорит, что нам нужно найти Эсберна раньше Талморцев. Этот дядя типа шарит за драконов, и он нам как-то пригодится. В досье было написано, что Эсберн может находиться в городе Рифтон. Там с его поисками нам поможет Бриньюльф, лидер гильдии воров, и еще он озвучен Всеволодом Кузнецовым. Держу в курсе. И пока я лазаю по какой-то пещере, девочки, я в шоке, почему всем в Скайриме рулят тупые спермоносцы, а? Все, с этого момента я со всем этим говном разберусь. У нас будут сестры Бури, темное сестринство, коллегия Могинь Винтерхолда, соратницы, коллегия Бординь, Бордес и имперские легионессы. В общем, пересяду с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Короче, я дошел до места, где скрывается нужный мне Челикс. Эсберн рассказывает, что Алдуин вернулся, а это значит, что все, пиздец, конец света, дальше можно не играть. Но, услышав, что я довыки Несса, он такой, охуеть. И теперь шанс на спасение мира резко повысился. Вернувшись к Дельфине, пожилой спермий рассказал, что есть некий древний храм, в котором есть стена Алдуина, и на ней древние норды запечатлели какую-то информацию, которая поможет нам убить главного паскудыча. Ну, короче, погнали туда. Угадайте, что? Правильно, пещера. Ну, пещера и пещера. Че бухтеть-то? Блять, пять пещер из десяти квестов. В. Восторг. Короче, пробравшись до этой стены, мы тут очки парканулись, и Эсберн рассказывает, что на этой стене показан момент, как люди восстали против драконов, и объединившись, дали Алдуину просраться. Победили они его с помощью какого-то особенного крика, который может сбить дракона с неба. Теперь нужно пойти к Сидобородым и узнать, им бы они что-то шарят. Завалившись к дедам, я спросил у одного из них, знает ли он что-то про крик, которым победили Алдуина. Он сначала послал меня нахер, но потом его кореш сказал, «Слышишь, бля, заебал, ну помоги». И дед рассказал, что нужный мне крик называется Драконобой, но его знает только магистр этого сраного ордена по имени Партурнакс. Он живет на самой вершине этой горы. Чтобы к нему пробраться, деды научили меня крику, чтобы расчищать погоду, и сквозь бурана ледяных привидений я потопал на вершину горы. Завалившись туда, оказалось, что Партурнакс ебать дракон. Здарова, бандиты. Короче, он научил меня дышать огнем, спасибо. А также Драконыч рассказал, что он не знает крик Драконобой, так как его создали люди, и драконы чисто физически не могут произнести эти слова. А еще оказалось, что Алдуин его старший брат, и Партурнакс говорит, что он еблан и конч. В общем, в прошлом Норды не смогли убить Алдуина, а с помощью какого-то волшебного свитка забросили его в потоке времени, и как раз из-за этого гнида снова появилась, и начался вот этот весь беспредел на Скоримовской земле, блять. Ой, дебилизм опять. С помощью этого свитка я смогу заглянуть в прошлое, и там узнать нужный мне крик. Ну а где спрятан этот самый древний свиток, Дракон не знает. Но мой кори Шесбен рассказал, что маги из коллегии Винтерхолди могут что-то знать. Завалившись туда, вот эта вот мразь рассказала, что о свитке знает местный шизоид по имени Септимий Сигоний. Живет он где-то на Атшибе. Придя к нему, поехавший дед сказал, что свиток может находиться в двемерских руинах. Окей, пиздуем туда. Снова лазать по пещерам. Но на этот раз они населены двемерскими роботами говна и фалмерскими чертями. И в этот момент я начал понимать, что мой персонаж немножко, так совсем чуть-чуть отстает по уровню от местных обитателей. Но благо, со мной есть моя верная сестра по оружию Лидия. Она-то всегда готова прийти мне на помощь. Ну да. Блядь. В общем, я вспомнил известную мудрость, по которой проходил некоторые локации в Дарк Соулс. А именно, быстрые ноги пизды не получат. Поэтому я просто прорашил, порезал немножко фалмеров, потом с помощью лифта призвал к себе Лидию. И нарезав еще полсотни болванчиков и пошироебись по этим злоебучим катакомбам, девки завалились в какой-то зал, где нужно решить двемерскую головоломку. Параша, кстати, бесплатная. Удачно потыкав на кнопочки, что-то там сработало, что-то спустилось, и моя ДВ Кинеса загробастала себе нужный свиток. Вернувшись к Дракону, я начал зырить, что там в этом прошлом вообще было. Вот эти вот микрочелики из прошлого убивают Драконов, а потом с помощью криков и магического свитка отправляют Алдуина тусоваться во временном разрыве. Короче, я узнал нужный крик, и как только я все выучил, завалился Алдуин и говорит... Я тебя захуярю. Теперь с сестренкой Лидией и драконочем Портурнаксом нужно победить Алдуина. Честно сказать, не самый простой враг, особенно на девятом уровне, без хилок, в легкой броне. Пришлось даже сбегать до магаза, закупиться и смотреть эти сраные флэшбеки заново, блять. Ну, короче, я дал Алдуину пизды, а он такой... Я протестую против пизды. И улетел, сказав, что никто здесь его убить не сможет. Мда. Портурнакс говорит, что рассказать, куда свалил Алдуин, может один из его подсосов, но для этого его нужно изловить. Делать это придется в Вайтране в Драконьем Пределе, так как изначально его построили как раз для этих целей. Шош принято. Я завалился к Ярлу и попросил о помощи. Он сказал, что из-за дебильной войны между братьями Бури и имперцами это не получится, потому что кто-то из них по-любому нападет, пока Вайтран будет ослаблен. Поэтому было решено провести мирные переговоры в замке у Седобородых, так как этих дедов все уважают. Слышишь ты, животное поганое, нам нужно провести переговоры. Приходи, гнида. Вкратце, что вообще происходит между имперцами и братьями Бури? Короче, сейчас Скорим являются частью Империи, и Имперский Легион хочет, чтобы так все и оставалось. А братья Бури, местная революционная организация, которая хочет, чтобы Скорим стал независимым королевством Севера. И на почве всего этого началась гражданская война, так как некоторые Ярлы поддерживают Ульфрика, а некоторые, как, например, Ярл Вайтрана, поддерживают имперцев. Вот. Короче, к дедам завалились все самые важные пенисы Скорима. Они начинают срач между собой. У всех какие-то требования. То город отдайте, то эльфов прогоните. Ну как-то вы как падлы, что ли, поступаете. В общем, поделив города, эти мрази договорились о временном мире. Отлично. И теперь надо поймать дракона. Перед уходом Вайтран, Эсбен сказал, что клинкам нужно убить Портурнакса, так как в прошлом он был нехорошим парнем, эээ, драконом. И будучи командиром Алдуина, творил всякие злодеяния. И вроде как его убийство поспособствует возрождению клинков, но если честно, мне вообще поебать. А Портурнакс, к слову, нормальный такой дракон. Кстати, сраный Эсбен как-то не упомянул, что именно Портурнакс научил людей драконему лэнгвичу, чтобы они смогли противостоять Алдуину. Он такой местной ногой Си тоже предал драконов. Оксус поскорее пройти. Ну, короче, я думаю, он хоть частично свои преступления искупил, поэтому убивать я его не собираюсь. Что ж, завалившись Вайтран, Ярл говорит, окей, я тебе помогу, и теперь нужно с помощью крика призвать подсоса Алдуина. Не без труда, и если честно, совершенно случайно, я загнал гниду в ловушку. Кстати, зацените, какой он красивый, прям вообще нормальный конь. Самый сосочный дракон в игре, как по мне. В общем, он говорит, что моей героине Туум вообще в порядке, и многие драконы начали сомневаться в Алдуине, так как его крик слабее моего. И красивый ящер рассказал, что Алдуин тусуется в Савангарде, местном аналоге Вальхалы, куда попадают души воинов после смерти на поле боя. И мне нужно туда как-то попасть, но это не так просто, так как вход туда находится на вершине горы, добраться до которой можно только на крыльях. Но вот этот мистер меня любезно подкинет. Ну, окей, давай полетаем. Прилетев, дракон паркуется у входа и говорит, дальше пиздуй сам. И здесь сразу две проблемы. Во-первых, мой персонаж уступает в силе местным драконам, а во-вторых, тут нет моей сестренки Лидии, которая обычно танкует урон, да и наносит урон. Вообще, обычно я просто рядом бегаю и в диалогах ебалом торгую, типа я героиня, всех победила, а она так, помощник. Но на самом деле, Лидия это истинная героиня Скайрима. Бля, это предпоследний квест в игре, и вы просто, ну, посмотрите, это же копия ветреного пика из начала игры. Сука, даже враги те же. Да, блядь, даже эта вот дебильная дверь с драконьим когтем. Скайрим, сука, ты шо? И после такого вы мне будете что-то затирать, что Скайрим разнообразная игра, что тут много всяких локаций. Да, их немало, но минимум половину времени вы проведете именно в таких местах. Это, это пиздец. Но об этом в конце. Короче, я выбрался наружу, и теперь нужно пройти к порталу в Савангард. Тут опять сотни тысяч врагов, и в этот момент я осознал, насколько мой персонаж беспомощный и слабый. Я вот этой вот своей ковырялкой дракону просто пузо почесываю, но, как говорится, хоть дракон, хоть каратист, для борца ты лишь артист. Это я специально просто, блядь, тактическое отступление к подножью горы, да. Вспомнив мудрость дают-бери-бьют-беги, вот я, собственно, в Савангарде, в Вальхале. Там, проникнув в чертог Одина, в смысле, в зал доблести, я побазарил с воинами прошлого, и они согласились сразиться со мной против Алдуина. Кстати, он тусуется здесь из-за того, что питается душами умерших воинов, и типа вот так он восполняет свои силы. Держу в курсе. Короче, теперь я в компании этих ребят должен завалить Алдуина. Мы покричали, и скотина прилетела. Хе-хе, ну шо ты, бля, на, покури. Шестак говеный, шо ты мне сделаешь, хуэта чешуйчатая. Ну и типа все, дракон повержен, я победил, спас мир, ура. Вернувшись с Карим, драконы говорят, что я красавчик. Алдуин вообще головой поехал, и завалить его было нужно. Ну и на этом закончился с Карим. Ээээ, у меня только один вопрос. Коля тут так мало. Серьезно, основная сюжетная линия проходится за 7 часов. Я, если чё, не спидранил, я просто проходил как нужно. 7 часов, блядь, даже Макс Пейна 3-го я проходил дольше. Это какой-то ужас, девочки. Все происходит настолько, сука, быстро. Йоу, ты избранная, ок. Надо убивать драконов, ок. Ебать, для убийства Алдуина нужен суперкрик, ок. Ха, сосед полетел. Ну, полетел и полетел. Чё бухтеть-то? Помогите мне убить Алдуина, ок. Бдыщ. Вот сюжет с Карима. Вообще, ещё я хотел рассказать немножко про конфликт братьев Бури с Империей. Даже вступил в ряды мятежников. И даже захватил все форты. Это, блядь, единственное, что здесь нужно делать. А, ну и, конечно, поход в пещеру и битва за Вайтран. Ну, вот это, кстати, было не чё так. Но в какой-то момент диалога с ним нету. Что, сука, я только и не делал. И перезагружался. И ждал. И в файлах игры лазал. И моды отключал. И в консоли команды дрочил. Ничего не помогает. Поэтому пошли нахуй эти братья Бури. Ульфрик, на, оформни мне лизинг. И тебе немножко гнида. И поэтому я решил завершить путь моей сильной и независимой героини таким вот образом. В общем, интересно ли было проходить основной сюжет? Нет. Смотрите, из 19 глав 7 из них лазать по пещерам. 4 главы просто нихуя не делать и разговаривать. Ну, а в остальных 8, да, там, драконов можно поубивать и походить по карте. Интересно просто до охуения. Под одним из моих старых роликов до сих пор находятся люди, которые пишут в комментах что-то в стиле Ты чё, я чё, мудак, вскоре мы-то просто... Это вообще-то можно жить. Я врубил вид от первого лица и прям представляю себя в этом мире. Если у вас достаточно развитая фантазия, вы сможете заниматься такой хуйнёй вообще в любой игре. Я в своё время так во второй мафии делал. Садился в машину, ездил по правилам, покупал себе костюмы и прочее. Представлял, что я типа там живу. Многие адекватные люди, скорее всего, скажут, что, бля, Гошан, ты не прав, и вся прелесть Скорима заключается в дополнительных заданиях. И тут не доебаться, вы действительно отчасти правы. В Скориме действительно есть много интересных дополнительных квестов. Лично мне приходят на ум сразу квесты с доэдрами. Там ещё есть масочки крутые и говорящий пёс. Это да, это прикольно. Ну и в целом гильдия воров нормальная. Ааа, и как-то в голову больше ничего не приходит. Но я уверен, что-то ещё по-любому там прикольное есть. Но! Всё равно, почти во всех этих квестах или в любых других, вы отправляетесь шароёбиться по пещерам. Всегда мечтал это делать, это же так охуенно интересно. Ходишь такой по пещерам, как Индиана Джонс. А ты хотел отыгрывать мага? Сорян, надо идти в пещеру. Хотел быть вором? Ну, брат, надо попиздиться в пещерах. Хотел быть соратником? Крутым воином? Ну, ты знаешь, куда тебе идти. Это какой-то пиздец. Я вообще поражаюсь, почему Скайрим получил статус этакой священной коровы. Блять, в этой игре полно недостатков. Их просто до жопы. Хотя, мне кажется, я начинаю понимать, в чём дело. Скайрим это максимально казуальное РПГ. Игра дико простая. В ней нет замудрённых книжных диалогов, сложной прокачки. Здесь вообще ты можешь быть кем угодно. Ну, типа, в обычной РПГ ты выбираешь класс, допустим, маг. И далее ты просто развиваешь нужные себе способности. А в Скайриме ты можешь быть богом. Ты можешь уметь использовать магию, оружие любого типа, носить броню любого типа, создавать оружие, зелье, быть скрытным, прямо по ходу боя перестраиваться. Вот ты дерёшься с мечом? Хуякс, и ты уже супер непробиваемый тяжёлый мракобес с двуручным топором. В принципе, вы можете сказать, что это наоборот интересно. Но, ебать, если это ролевая игра, вы отыгрываете персонажа. Нельзя быть лучшим во всём. Это невозможно. Жизнь так не работает. И, насколько я понимаю, Скайрим берёт не качеством, а количеством. Тут действительно дохера квестов. Но половина из них, это пещерные похождения. Четверть, просто мусорная параша, принеси подай, иди нахуй, не мешай. Ну, а оставшиеся четверть, действительно интересные задания. Да, конечно, когда я поиграл Скайрим в первый раз, в лет так в 12-13, я был просто без ума, потому что это была моя первая РПГ, в которой я разобрался. Но спустя время, когда я прошёл ещё парочку других РПГ, я понял, что Скайрим на их фоне, ну, такой себе. Если вы думаете, что я сейчас про Ведьмака, то не совсем. Ведьмак, на мой взгляд, интереснее Скайрима, но я имел в виду Моровинд. Я уже как-то говорил, что Скайрим пытается строить сюжет по сценальному костяку Моровинда. Главный герой неизвестный заключённый. Он избранный суперспособностями. Согласно пророчеству, он должен спасти мир от древнего злого уёбка, которого раньше победили и который вернулся, чтобы снова кошмарить народ. Убить его можно только с помощью определённых артефактов. Я не играл в Обливиум, но уверен, там тоже что-то похожее. И когда выйдет Тес 6, там тоже будет такой костяк сценария. Если в Фоллауте всё строится на поиске родственников, то в Тес вы избранный зэк, который должен победить древнее зло. Но при всём при этом в Скайриме достаточно большой открытый мир, с модами очень даже секс, отличная музыка, крутая и пафосная заглавная тема, своеобразная северная атмосферка, ну и боёвка как бы норм. Ну тут как бы 2011-й, сорян. Ну и до хера, конечно, прикольных шмоток и косметических предметов. И, конечно же, много возможностей. В DLC даже можно будет себе конуру забацать. Это безусловно заебись. Ну и подытоживая, считаю ли я Скайрим говном? Нет. Я никогда так не говорил и не скажу, Скайрим не говно, это просто обычная, средняя, нормальная, казуальная РПГ. И ничего сверхохуительного лично я в ней не вижу. В общем, надеюсь, вы меня поняли и приняли. Если вам нравится Скайрим, пожалуйста, я не против, вы имеете полное право. Короче, на этом всё. Ставьте класс, подписочку, ну и не забудьте побалдеть под конечную заставку. Скоро услышимся. Муа! Субтитры подогнал «Симон»